Как перевести вздох на другие языки? Задумался однажды Станислав Ежелец. Здравствуйте! Сегодня мой рассказ о великих переводчиках. И начну сразу с новинки. В издательстве АСТ вышла книга «Мама маленького принца». Так актер Евгений Леонов назвал переводчика и редактора Нору Галь. Перевод мудрой и трогательной сказки Антуана де Сент-Экзюпери стал ее самой известной и самой любимой работой – настоящей визитной карточкой. Кроме этого, Нора Галь открыла для читателей Советского Союза произведения многих франко- и англоязычных авторов от Альбера Камью и Теодора Драйзера, Дорея Брэдбери, Харпер Ли и Колин Маккалоу. Но во многих книжных издательствах и редакциях СМИ настольной стала ее собственная книга, пусть и немного назидательная – «Слово живое и мертвое», где обобщен полувековой творческий опыт переводчика. Процитирую. «Нет слов плохих вообще, неприемлемых вообще. Каждое слово хорошо, на своем месте, в пору и кстати». Свои заметки о художественном переводе собрал в книгу «Высокое искусство» и «Корней Иванович Чуковский». Самый издаваемый до сих пор детский писатель перевел на русский язык произведения Марка Твена, О. Генри, Рейдерда Киплинга, Уолта Уитмана и Оскара Уайльда. Значительную часть книги Чуковского составляют этюды о переводчиках новой эпохи – о Роберте Бернсе в трактовке Самуила Маршака, о Расуле Гамзатове и его переводчике Новыми Гребневе. Все знают, что своей всесоюзной славой Гамзатов прежде всего обязан своим переводчикам. И о переводах Джорджа Байрона, выполненных Татьяной Гнедич. К сожалению, там не упомянута Лилианна Лунгина, мама известного кинорежиссера Павла Лунгина, переводчица с французского, немецкого и скандинавских языков, автор бессмертной фразы «В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». Трудно себе представить, но Карлсон в мире популярен только в двух странах – у себя на родине в Швеции и в России, исключительно благодаря живому и образному переводу Лилианы Лунгиной. Исповедь этой удивительной женщины, записанной на камеру режиссером Олегом Дорманом, в 2010 году была выпущена в виде книги «Подстрочник», которая несколько лет держалась в списке бестселлеров. Лично я очень люблю Шекспира в переводе Бориса Пастернака, но отдам должное другому переводчику великого драматурга – создателю советской школы поэтического перевода, поэту-акмеисту, ближайшему другу Николаю Гумилёва – Михаилу Лозинскому. В его переводе в СССР вышли произведения таких классиков, как «Шеридан», «Мольер», «Лопе де Вега», «Проспер Мориме», «Ромен Ролан». Главной работой Михаила Лозинского стал перевод божественной комедии Данте Олегьери, за которую он получил сталинскую премию. На похоронах Михаила Леонидовича Анна Ахматова произнесла «В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для XX века тем же, чем был Жуковский для века XIX». Переводчик Николай Любимов, редактор эталонной серии «Библиотека всемирной литературы», признавался, что решил заниматься испанским языком, потому что ему очень хотелось перевести на русский «Дон Кихота». Перевод Сервантеса уже существовал, но воспринимался как неудачный и устаревший. Благодаря Любимову мы сегодня читаем на русском языке Дикамерон Бокачо, Гаргантюай Пантагрюэля Рабле, Легенду Абулин Шпигеле, Госпожу Бавари Флабера, Стендаля Шиллера, Гиде Мапассана, Марселя Пруста и многих других классиков. Переводить современников Любимов не любил. Однажды, чертыхаясь, он все-таки перевел роман француза Армана Лену «Когда море отступает». И в семье сохранился автограф сыну на этой книжке. «Нам жизнь велением судьбин на краткий миг дана, так не читай, любимый сын, вот этого». И в заключении процитирую фильм «Иван Васильевич меняет профессию» – экранизацию пьесы Михаила Булгакова. «Нам бы переводчика». «Был у нас стал матч Немчин, ему переводить, а он и лыка не вяжет, мы его в кипятке и сварили». Нельзя так с переводчиками обращаться. «Надо бы переводчика». «Был у нас стал матч Немчин, ему переводить, а он лыка не вяжет, мы его и в кипятке и сварили». «Нельзя так с переводчиками обращаться». Увидимся через неделю, и я расскажу вам о самых интересных современных переводах на русский язык. Читайте книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова